Те самые кадры, где Богдан Павленко явно выхватывает видеокамеру у оператора и швыряет на землю, он сам трактует вот так. Оператор не удержал видеокамеру в руках, поэтому она стала падать, а он пытался ее поймать. У него даже получилось подхватить видеокамеру, поэтому со стороны это выглядело, что он сам забрал видеокамеру у оператора. Однако он не смог удержать видеокамеру, поэтому она упала на землю. И действительно, когда мы все хотим удержать падающий предмет, то просто хватаем его и с размаху кидаем на землю. Такое объяснение сегодняшнего зама главы Хакасии, а в тот момент мэра города Донской, вполне устраивает наш следственный комитет. Кроме того, Богдан Павленко объясняет, что не препятствовал деятельности СМИ, ведь он не знал, что это были журналисты. Следователь сам себе противоречит. То есть он говорит, что сначала вроде как, ну это же не были журналисты, ну как бы можно было бить, там какой-то инцидент мог происходить. Ну, даже если он происходил, ну он уже все равно что-то там ловил, на самом деле, когда там гражданин. Ну, это такой абсурд. Но зам главы Лукавец в своих объяснениях следователям он отлично знал, что имеет дело с журналистами, как и Валентин Коновалов. Ведь съемочная группа работала несколько дней и присутствовала на многих встречах тогда еще кандидатов в губернаторы с избирателями. Общались с людьми и... Подождите, вы не толкаете меня? Я вас сейчас все равно могу толкнуть. Что такое вообще? Все нормально, мы поговорим. Я все разговариваю, мы пообщаемся. Кто вы? Вы тоже не понимаете. Давайте давайте интервью. Пойдемте. А вы так ведут себя люди. Я первый секретарь Хакасского регионального отделения. Вы где работаете? Я работаю. А где работаете? Телекомпания. Какая телекомпания? Прима. Журналисты уже отправили заявление в прокуратуру с требованием отменить это постановление и провести дополнительную проверку. Иск в суд готовит и председатель Центра развития общественного контроля Михаил Афанасьев. Ответ Следственного комитета его позабавил. Особенно размер ущерба за разбитую камеру. 4 тысячи 50 рублей. Уголовно наказуемый размер начинается, кстати, с 5 тысяч. Из-за этого постановления Михаил Афанасьев уволился из работы в правительстве. Он был советником главы Хакасии как раз по правам человека. Я не вижу вообще возможности, даже механизма, путей защищать права человека каким-то образом. Как вы вообще ставите этот вопрос, работая с людьми, которые первыми являются нарушителями этих прав человек. Которые, как, не знаю, нашкодившие пацаны, какие-то хулиганы, отказываются от того, что они разбили камеру. Как я могу реагировать и смотреть на преследования неугодных из правительства, которые поднимают вопросы о завышенных премиях, например. Подключился к этому делу и российский центр защиты прав СМИ. Московские юристы тоже удивились, что хакасский следователь не разглядел оснований для возбуждения уголовных дел.